Два с половиной часа прямого эфира буквально пролетели. Вопросов много и все актуальные. Одни из самых злободневных – вакцинация введения QR-кодов. Привитых в крае стало больше, но у тех, кто против или все еще размышляет, миллион человек. Сегрегацией и нарушением Конституции называют многие жители края QR-кодирование. Но мера вынужденная утверждают в правительстве и надеются, что к весне сформируются коллективные иммунитеты и умирающих от ковид станет меньше, пока статистика все еще пугающая. Решая задачи более важного, более сложного, серьезного порядка, связанные и со здоровьем, и с жизнью, многих-многих людей приходится идти на эти меры. Как только ситуация будет улучшаться, мы будем их, конечно, отменять. Это ненормально. Ничего приятного в принятии такого рода решений нет. Одна из острых тем, поднятых жителями в рамках прямой линии – отсутствие регулярного транспортного сообщения между селами. Заринский, Рубцовский, Первомайский районы – проблема касается тысяч жителей. К тому же, по их словам, состояние автобусов оставляет желать лучшего. Пошли мы на то, что специально статью в бюджете краевом запланировали. В этом году 500 миллионов рублей выделили на эти цели. Почти 200 единиц, 193 единицы пассажирского автотранспорта приобрели. Кубернатор заверил, ни один вопрос, заданный в рамках прямой линии, не останется без ответа. Все разойдутся по ведомствам и муниципалитетам. А что касается бюджета, то накануне, после доработки, краевые депутаты его приняли. Надо сказать, ко второму чтению было учтено 90% поправок от разных фракций. Подросли и доходные, и расходные его части. Последняя более чем на 10 миллиардов. Весомая часть средств будет направлена на решение проблем в социальной сфере. Хотел бы влазить искреннюю благодарность за ту работу, которая была проведена на все здания разработки и обсуждения нашего финансово-углавного документа. Я подтвержу еще раз нашу готовность и настроенность относиться к нему как к инструменту, с помощью которого мы решаем с вами все острые текущие перспективные вопросы и проблемы. В течение года возможной корректировки главного финансового документа, отметил губернатор, возможно появятся дополнительные доходы. Хотя в условиях пандемии прогнозировать что-то довольно сложно, но можно. К примеру, уже известно, что на новом предприятии, которое будет построено в Благовещенском районе, появится 350 рабочих мест. Соглашение о реализации проекта строительства маслоэкстракционного завода было подписано на этой неделе в правительстве края. Партнер группа Сигма Холдинг. Ее руководитель отметил, что партнерство не случайно, ведь Алтайский край занимает лидирующие позиции в России в агропромышленном секторе. Общая сумма инвестиций планируется порядка 15 миллиардов рублей. Переработка полторы тысячи тонн подсолнечника в сутки. Завод будет способен перерабатывать и рапс, и лен. То есть это такой завод, который перерабатывает любое масличное сырье, наверное, кроме оливок. Я думаю, что те базовые показатели реализации проекта, которые мы сегодня обсуждаем, которые мы сегодня фиксируем как план, они очень серьезно улучшают показатели социально-экономического развития. И этой части Алтайского края. И в целом влияют, конечно, на общие показатели нашей экономики и социальной сферы. Отметим, что еще один масштабный проект сейчас реализуется в Заринском районе. При поддержке правительства края на средства крупной компании строят современный молочный комплекс. Модернизацию дорожной сети там профинансируют власти региона. Ну и резюмируя итоги недели, можно сказать, что для правительства и губернатора она была особенно продуктивной. А общаться с жителями в рамках прямой линии Виктору Томенко понравилось. Поэтому, скорее всего, прямая линия состоится и в следующем году. Татьяна Голубева. День с толком. Татьяна Голубева. День с толком.